Давайте сейчас вызовем на связь Вашингтон. Дело в том, что у нас была возможность поговорить с человеком очень влиятельным и очень хорошо разбирающимся в том, что происходит в Украине. Дэвид Крэмер. Человек, который 7 лет работал в государственном департаменте и был заместителем госсекретаря. Человек, который 4 последних года возглавлял Freedom House. Самую влиятельную, одну из самых влиятельных организаций, которые следят за соблюдением свободы слова во всем мире. Один из крупнейших специалистов по Украине, человек, который многих знает на Капиталистских холмах, у которого информация из первых рук. С Дэвидом Крэмером мы говорили о том, смогут ли Соединенные Штаты поставить оружие для Украины и когда это будет. Господин Крэмер, добрый вечер, спасибо, что нашли время. Добрый вечер, спасибо за приглашение. В статье, опубликованной в The Wall Street Journal, вы написали, президент Обама должен исправить свою самую серьезную ошибку за время этого кризиса. Нежелание оказывать Украине военную поддержку. Вы могли бы пояснить ваши слова для наших зрителей? Я считаю, что президент США допустил огромную ошибку публично и неоднократно, отклоняяя просьбы Украины о военной помощи. Это стало сигналом для Владимира Путина, мол, Соединенные Штаты не собираются делать то, что необходимо. Мы попросту сообщили Путину, дальше какой линии не пойдем. И мы бросаем Украину в то время, когда ей необходима наша помощь, военная поддержка, которую мы можем предоставить. А это противоречит Будапештскому меморандуму 1994 года, который США тоже подписывали. Я думаю, это самая большая ошибка президента Обамы в ходе этого кризиса. Уже в понедельник приезжает канцлер Ангела Меркель, и это может стать еще одной отговоркой для президента, мол, мы должны подождать, посмотреть, какие будут результаты плана Меркель и Оланда. Может, он сработает? Но вы наверняка ведь видели недавнюю публикацию в Нью-Йорк Таймс о том, что часть команды президента Обамы поддерживает идею помочь Украине вооружениями. В частности, командующий войсками НАТО в Европе генерал Бридлов и сам министр обороны Чак Хегел за этот план. Поймите, что окончательное решение принимает только президент. Обам в недавнем интервью CNN заявил, что не желает менять свою политику. Сказал, что мы не хотим военного конфликта между Россией и США. Затем Бен Роуд, заместитель советника по национальной безопасности, повторил практически те же слова. Такое же мнение выразил и пресс-секретарь Белого дома. Скажу вам честно, не стоит обращать внимания на слухи и утечку информации, пока сам президент Обама не выступит и не огласит об изменениях своей политики. Вы, в числе шести ведущих американских экспертов, стали автором доклада, что США и НАТО могут сделать для Украины. Как вы думаете, а если бы Украина получила американское оружие еще полгода назад, прошлым летом, это позволило бы переломить ситуацию? США нужно было оказать военную помощь Украине еще летом прошлого года, чтобы помочь восстановить контроль над территорией. Если бы Америка сделала это, то не думаю, что Путин продолжал бы вторжение. Если бы мы согласились предоставить оборонительное оружие Украине, помогли бы в защите ее территории, то сейчас была бы абсолютно другая ситуация. Я думаю, что мы поговорим об очень другом ситуации. Дэвид, еще одна топ-тема этой недели в Украине. Некоторые депутаты инициировали закон с целью закрыть или ограничить медиа и телекоммуникационные сети и предоставить право на прекращение лицензии вещателей Национальному совету телерадиовещания. Как бывший президент Фридом Хаус, вы следите за этой ситуацией? И может ли цензура быть оправдана войной в стране? Я думаю, что право на самовыражение – это одна из самых важных свобод, которую украинское правительство, украинский парламент и украинское общество должны защищать. Правительство или кто бы то ни был не должно использовать оправдание, что идет война. Это война, давайте ее так и называть. Но не нужно ее использовать для того, чтобы оказывать давление на людей, публикации, издания, закрывать телекомпании, которые говорят, пишут или делают вещи, которые кому-то не нравятся. Это слишком субъективно и ведет к злоупотреблениям. Так что, защищая свою территорию, украинские чиновники и депутаты должны защищать и базовые права – свободу самовыражения, свободу собраний. Помните, что это благодаря народу начались изменения в Украине год назад. А сила народа зависит от возможности свободно говорить, критиковать правительство, критиковать парламент, критиковать международное сообщество, включая мое правительство в Вашингтоне. Я понимаю угрозу российской пропаганды, это серьезная угроза, но я считаю, что лучший способ с ней бороться…